всем привет сегодня разберем простейшие столкновения то есть я иду по урокам лази но как вы уже заметили что-то добавляю свое вот и в данном случае свое вот такая типа простенькой недоделанной игры которую нужно доделать вот это все можете сделать вы доделывать тут что у нас доделать ей игры в том чтобы держать вот этот шарик ну конечно же и скорость можно увеличить и все держать его в ну грубо говоря в центре то есть внутри то сделать так чтобы он не улетал не дотрагивался краев окошка до краев экрана так сказать вот и и и и и и и для этого есть четыре подвижных блока вон два горизонтальных и два вертикальных он уже второй раз у меня третий четвертый раз дотрагиваться край экрана так вот то есть можно вести учет времени насколько вот такой вот шарик пробыл внутри дальше можно почти можно снимать к примеру время или очки за то что он дотронулся до краю экрана можно увеличивать скорость чтобы сложнее было можно уменьшать ширину например но постепенно да там с каждой второй минутой ширину платформ и так далее и тому подобное короче вот это все можете сделать вы сегодня же в самом простом виде определение столкновений для столкновений для столкновений что мы используем смотрите ну в этой в этом примерчике есть у нас болну это шарик и блоки блоки есть горизонтальная и вертикальная и вот здесь даже увидите я загружаю есть две функции загружает горизонтальную текстуру и вертикальную но это такое давайте само столкновение разберем вот вот-вот-вот-вот ну давайте перейдем к лази так давайте закройте и здесь он что написывает ну в принципе да он смотрите красивенькую иллюстрацию сделал и я на этих примерах сделал точно это же но с циферками что было понятно потому что здесь особо непонятно но визуально но понятно но когда будем смотреть на проверки как же определить столкновение то непонятно может быть непонятно так вот фишка в том что нам нужно определить наезд а проекции по одной оси и по другой оси друг на друга ну вот к примеру по оси y проекции наехали друг на друга но по иксу не наехали значит столкновения нет или вот по иксу наехали а по игреку нет а вот когда и по игреку и по иксу наехали значит у нас произошло столкновение а вот соответственно это про самый простой способ определения столкновений и он хорошо работает здесь не так уж и много вычислений даже этих вычислений нет он отлично работает когда у нас фигуры вот квадратные да ну конечно же можно в квадрат влаживать какую-то шарик от меня в данном случае шарик вот этот бо он является шариком вложенным в квадрат и соответственно вот вот эту часть к примеру если он столкнется с другим объектом то будет считаться ну вот тут круг идет окружность да вот а вот эта часть якобы не не затронута кругом то есть не относится кругу но тем не менее столкновение будет считаться по 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 как будто бы это квадрат вот так часто делают сложные объекты могут завернуть в несколько таких квадратиков прямоугольников и по ним определять столкновение но об этом там следующих уроках сегодня просто определение столкновений прямоугольников вот самом простом виде ну давайте посмотрим как как это все происходит ну первым делом я определяю не вышел ли я за границы экрана мой шарик в данном случае меня определяется столкновение шарика с плоскостями четырьмя все то есть это очень просто очень хороший способ он не нагружает компьютер тут всего лишь четыре платформы один шарик так вот вот это я определяю не вышел ли я за границы экрана вот здесь меньше нуля или больше ширины экрана то инвертирую ось x ну dx dx это то смещение на которое у нас смещается шарик данном случае он каждый раз смещается на какое-то смещение это смещение высчитывается следующим образом ширина экрана делится на 640 это минимальная ширина ну разрешение вот эта скорость а дальше умножается короче если разрешение экрана 640 на 480 то в данном случае скорость будет 11 пиксель и dx и dy будет по одному пикселю короче я думаю с этим разберетесь потому что я когда начинают в это все влазить все объяснять рассказывать то это занимает довольно долго времени так границы экрана проверили если не вылезли я начинаю проверять столкновение с горизонтальными и вертикальными блоками то есть если столкнуться с горизонтальным блоком то есть шарик так как лидит 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 с горизонтальным бэмс значит мне надо инвертнуть ось y dx dx да и y да то есть был плюс 1 плюс 1 y потом бдень минус 1 минус 1 вот так точно так же я проверяю. Иначе, если я столкнулся с вертикальным блоком, вот давайте, вот это вертикальный блок, вот краешек справа, да, шарик летит, бэм, знаешь, нужно инвертнуть x, и он на минус 1 ушел, вот. Вот и все, все просто. Все просто, эти блоки, вот у меня добавляются в конструкторе game, да, класса game. Здесь я устанавливаю позиции для блоков, для шарика, ну, добавляю блоки эти, вот горизонтальные блоки и вертикальные. Соответственно, соответственно, это все, вот у меня есть два вектора, вот, и вот что, не понял, и вот здесь у меня все это происходит. Ну, не происходит, добавляются в два вектора, а при определении столкновений, сейчас мы перейдем, вот, например, с горизонтальным блоком, я пробегаюсь по вектору горизонтальных блоков, и, наверное, вот так надо сделать. Наверное, сделать надо вот так вот, потому что может делаться копия. А это непосредственно ссылка блока. вот, теперь, теперь давайте рассмотрим, что же, как же происходит определение столкновений. В первую очередь, в первую очередь, нужно просто отсечь, ну, не отсечь, нужно для начала проверить, не выху, пересекать, ну, да, правильно, пересекаются ли они. То есть, давайте вот на таком примерчике, вот первый пример, вот у нас два блока, вот его левая, left и top, да, x и y координаты, а вот right, bottom. То же самое вот здесь, left, top, right, bottom. Нужно, нужно, вот здесь, ну, смотрите, проверки, на то находятся ли стороны далеко друг от друга, ну, за пределами. Что это означает? Ну, вот, вот здесь я получаю координаты своего шарика. Вот здесь координаты каждого блока. Теперь смотрите, первая проверка. Если блок, bottom, вот, блок, bottom, 300, это нижняя часть, да, вот, блок, bottom, это по y координата 300. Если по y координата 300 меньше, чем ball, bottom, top, вот, ball, bottom, top, у него, что у нас, 350. То есть, если нижняя граница меньше, чем верхняя граница другого объекта, то значит, уже все, уже не надо никаких проверок, мы уже выше этого объекта. Соответственно, происходит continue и никакого столкновения нет. Дальнейшие проверки делать бессмысленно. Теперь давайте посмотрим, посмотрим вот так вот, с той же логикой. Если блок, bottom, если нижняя часть одного объекта не меньше, чем верхняя часть другого объекта, то тогда идем дальше. Но в этом случае нижняя часть объекта у нас какая? 300, а верхняя часть объекта у этого 250. Значит, вот это условие не выполняется и мы переходим к следующей проверке, в которой мы проверяем, что если блок, топ, верхняя часть, вот верхняя часть, больше равно ball, bottom, то есть, если 100, больше или равно 450. 100 больше или равно 450? Нет, подождите, вот блок, блок, это что у нас? Топ, правильно, блок топ, а у шарика bottom, а вот нижняя часть, все, все, все верно, чуть-чуть запутался. Так вот, берем верхнюю часть, верхнюю часть одного объекта, вот она, координата 100, и проверяем с нижней частью шарика. Так вот, 100 больше, чем, больше или равно 450? Нет, не больше, значит, переход, значит, это условие не выполняется, и мы переходим к следующей проверке, то есть, в данном случае, мы уже определили, что какая-то из проекций наехала друг на другу, то есть, проекции по Y наехали друг на другу, теперь надо по X, как бы, проверить. Смотрите, проверяем, если блок write, если правая часть, вот правая часть, правая часть, 300, меньше или равно ball left, 350, в данном случае, 300, меньше, чем 350, то есть, правая часть, меньше, чем левая, да, соответственно, здесь мы определили, что по оси X, мы не пересеклись, соответственно, выполняется это условие, и столкновение не произошло, вот, но если бы это условие не выполнилось бы, и не выполнилось бы вот это условие, то тогда мы бы поняли, что мы наехали друг на друга, и тогда было бы условие, то есть, эта функция вернула бы true, это значит, что столкновение произошло, ну, давайте, вот на этом примере посмотрим, итак, блок, bottom, да, верх, нижняя часть, нижняя часть здесь у нас какая, 300, если 300 меньше или равно, так, так, чем 250, нет, не меньше, значит, переходим к этой проверке, верхняя часть блока, верхняя часть, вот, 100, больше или равно, bottom, нижней части шарика, вот, 100, не больше и не равно, чем 450, значит, это условие не выполняется, переходим к следующей проверке, блок, R, так, правая часть, правая часть одного объекта, меньше или равно, левой части объекта, то есть, правая часть, вот этого зелененького, равно 300, левая часть, такого этого коричневенького, равно 250, так вот, 300 меньше или равно, чем 250, нет, значит, это условие не выполнилось, переходим к следующему условию, теперь берем левую часть блока, вот левая часть, и смотрим, левая часть больше, или равно, правой части, нет, левая часть здесь 200, а здесь правая часть 550, так вот, то есть, мы определяем, не находится ли это, к примеру, справа от этого, да, а этот слева, вот, соответственно, ни одно из этих условий не выполнилось, и в результате мы понимаем, что мы наехали друг на друга, то есть, произошло столкновение, вот, соответственно, соответственно, вот так вот, все и происходит, происходит столкновение, при столкновении здесь есть звук, но вы его не слышали, потому что, simple recorder, звук не записывает, вот, но, архив будет, и в архиве самое главное, чтобы там, где будет дебаг, там, где бинарник, чтобы там, елки-палки, чтобы там лежала папка ресурсов, вот, и там шрифты, картиночки, и, 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 и звуки, и звуки, вот, вот, ну, а вкратце, вкратце, это продолжение предыдущего урока, в плане, то, как все устроено, есть application, здесь основной цикл, дальше, дальше, тут было, было добавлено два класса, ball и блок, давайте я перейду, давайте я перейду на, в хидеры, да, посмотрим описание, так вот, здесь есть функция mood, draw, добавить эти блоки для проверки, ну, по-хорошему, если бы был движок какой-то, который, к примеру, можно было бы написать, ну, или вы можете написать, то в этот движок, вы бы добавляли какие-то объекты, а движок уже обрабатывал бы каждый объект, он бы узнал бы объект движется, не движется, куда он движется, и определял бы столкновение, то есть рассчитывал бы всю физику, то есть по-хорошему для движка, ну, в движке это было бы, да, там добавить объект, и в данном случае я бы добавил бы, добавил бы один ball, добавил бы и четыре блока, ну, если бы был движок, но движка нету, но вы можете его попробовать написать, так, блок, это установка какой он, горизонтальный, вертикальный, установка позиций, то есть двигаемся вправо, влево, вправо, вверх, вниз, и рисуемся, вот, ну, здесь нету уменьшения его ширины этого блока, или высоты, да, ну, это можете добавить такую логику, все это, ширина и высота, они рассчитываются относительно ширины и высоты экрана, соответственно, высота для горизонтального блока является, высота экрана разделить на 100, а ширина, вот, горизонтального блока, ширина экрана делим на 5, точь, ну, аналогично у нас для вертикального блока, ширина, то есть ширину экрана делим на 100, а высота, высоту экрана делим на 5, вот, то есть оно пропорционально, и все, то есть при смене разрешений, давайте я запущу, все у нас рассчитывается, давайте поставим 1024 на 768, да, здесь надо перезайти, чтобы изменения вступили в силу, вот, как вы видите, уже чуть-чуть поболее, ну, разрешение, блин, промазал, здесь инвертировано, то есть вот я сейчас нажимаю вниз, как вы видите, левый идет вниз, правый вверх, сейчас вверх нажимаю, левый вверх, правый вниз, точно так же инвертация горизонтальных блоков, вот я сейчас нажимаю влево, вправо, то есть верхний ходит так, как нам надо, а вот нижний нет, ну, это для усложнения игры, соответственно, это можно добавить в настройках, чтобы там такого не было, ну, и как вы видите, немного не очень плавно движется мячик, ну, для этого, там надо просто правильно подобрать, x, x и y, вот, dx, dy, а, ну, и соответственно, вот здесь я нажимаю escape, здесь по-хорошему надо писать пауза, вот, ну, игра останавливается, здесь играть пауза, и типа для выхода нажмите еще раз escape, вот я нажимаю, вот, ну, оно продолжает с той же позиции, настройки такие же, как и были, уровень громкости, разрешение экрана, ну, и выход, вот, ну, на сегодня все, подписывайтесь на канале на YouTube, пишите комменты, ставьте лайки, и все такое, всем спасибо за внимание, всем пока!